Продолжение следует... Сильное, потому что мы им проиграем в гонках, а чуть-чуть их, как сказать, усыпить. Россиянам удавалось гасить пыл соперника, и в первом периоде Иван Крештопа забил гол. Однако потом, кроме игроков, погоду на поле начали делать судьи. Сильное, потому что французские арбитры раздавали карточки только россиянам. Забегая вперед, скажу, что весь матч у сборной России было в общем счете 14 минут удаления. Можно сказать, что целый период они играли в меньшинстве. В сегодняшней игре мне показалось, что мы возвратились с этой игрой, с этим судейством, мы возвратились как 4 года назад, как в 15-м году, когда арбитраж был очень и очень предвзят против российской сборной. Но и в меньшинстве наши спортсмены держались молодцом. Тогда судьи решили действовать наверняка. В четвертом периоде подряд было назначено два пенальти, которые вывели соперников вперед. На судейство процессы не подаются, но таких судей некомпетентных нельзя допускать на такие важные матчи. В последние минуты ребята бросились отыгрываться. В такие моменты или повезет, или команда может сделать ошибку. Потому как накал эмоций зашкаливает. Россияне, к сожалению, пропустили еще один гол, теперь уже с игры. Они вышли в полуфинал, но со второй позиции. Здесь есть один выход. Нужно играть лучше, нужно забивать. В полуфинале нас уже ждет французская сборная. Обязательно расскажем, как пройдет и эта встреча. Елена Бабина, Ольга Садовская, Видное ТВ.